Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы продолжаем читать вторую маковейскую книгу. Читаем мы ее в переводе Брагинской и Шмайной-Великановой. В прошлый раз мы говорили о шестой главе второй маковейской книги. И оканчивалась эта глава описанием мученической смерти старца Елеазара, который предпочел умереть, но сохранить при этом верность закону, предписанием Ветхого Завета, не отступить от них. Ему предлагали, ты можешь только сделать вид, что ты отступаешь от закона, вкусить то мясо, которое приготовлено по всем правилам закона. А скажем мы, что ты ел свинину, мясо, которое запрещено для употребления в пищу иудеям. Но он и от этого отказался. Он сказал, если я так сделаю, то многие будут считать, что я действительно отступил от закона, и я подам плохой пример юношам, молодежи. И кто-то может тоже, сказав, что старец Елеазар отступил от закона, ну тогда чего уж мне тогда держаться. Поэтому я даже вид не буду делать, а лучше я предам себя на пытки и мучения. И вот это один из таких первых примеров добровольного мученичества за верность Богу и его законам. И вот сегодня мы будем читать седьмую главу, где продолжается это описание мученичества, как люди жизни свою дают за верность. И вот седьмая глава рассказывает о мучениях и о победе семерых братьев, которых также, как и всю книгу, называют маковейскими братьями и их матери. Итак, седьмая глава второй маковейской книги. «Случилось так, что и схваченных вместе с матерью семерых братьев, которых царь принуждал отведать запретной свинины, истязали плетьми и бичами. Тогда один из них, взявшись говорить от лица всех, сказал так, «О чем ты хочешь спросить и выведать у нас? Мы готовы скорее умереть, чем приступить отеческие законы». Вот рассказывается, что царь Антиох Епифан, организовавший совершенно беспрецедентные гонения на Израиль, причем именно на иудаизм, на веру в истинного Бога, так как она понималась в Ветхом Завете, лично допрашивает и пытает вот этих семерых братьев. И, может быть, дело было в Антиохии, там, где находился царь. Может быть, здесь так образно говорится, и все-таки это был не царь лично, а какой-то представитель царя. Может быть, дело было даже и тогда, когда царь входил в Иерусалим, грабил его и вошел в храм иерусалимский, чтобы тоже ограбить его, осквернить его. Но так или иначе, вот описывается вот такая сцена, что семь братьев находятся перед царем, и они стоят перед выбором — вкусить свинину, приступить заповедь или претерпеть страшные пытки и умереть, но сохранить верность закону. Каждый из них должен сделать за себя этот выбор. И каждый из них делает этот выбор не молча, а произносит какое-то изречение, что-то говорит царю. Вот сейчас мы узнаем, что они говорят. Вот первый брат сказал, что мы готовы скорее умереть, чем приступить отеческие законы. Он выразил от лица всех остальных братьев вот эту готовность не стать предателями, не отступить. Да, пострадать, да, даже умереть, но не отступиться от закона. Конечно, царю это не понравилось. Разгневавшись, царь велел раскалить сковороды, котлы, и как только их раскалили, он приказал отрезать язык тому, кто говорил за всех, и, содрав с него кожу, с головы, отрубить ему конечности на глазах у остальных братьев и матери. Страшные, чудовищные пытки. Уже совсем беспомощного, но еще дышащего, царь велел поднести его к огню и изжарить на сковороде. От сковороды пошел сильный запах, а братья вместе с матерью призывали друг друга достойно умереть, говоря так, «Господь Бог взирает на нас, и поистине Он милосерд к нам, как и Моисей объявил в своей песне свидетельство перед лицом народа, и над рабами своими умилосердится». Какое потрясающее настроение, можно так сказать, какое потрясающее видение мира у этих братьев, которые видят разорение своей страны, видят разорение Иерусалима, храма, претерпевают страшные пытки, на их глазах мучают и пытают старшего брата, и при этом Господа они называют милосердным, потому что они в этот момент не только знают интеллектуально, но чувствуют, что, сохраняя верность Богу, они находятся под покровом Божьим, они через смерть, через пытки, но входят в славу Божию, и они ощущают это милосердие Божие. Казалось бы, это не вяжется с тем, что происходит вокруг, но они это видят взглядом мученика. Итак, когда первый скончался, имеется в виду первый брат, таким образом наглубление вывели второго, содрав у него с головой кожу, вместе с волосами его спросили, будешь есть, а то твое тело начнут терзать член за членом. Он же в ответ сказал на родном наречии, нет, потому и он, в свою очередь, принял пытку, так же, как и первый. И вот здесь мы видим очень ясное и очень четкое исповедание веры в воскресение из мертвых. В эпоху Ветхого Завета были разные взгляды на то, какая участь, в конце концов, ожидает умерших. И намеками в Ветхом Завете дается вот это понимание, что мертвые восстанут, что Господь воскресит их. Но такого вот совершенно ясного учения не было. И уже даже в новозаветную эпоху, вот во время Христа, во время земной жизни Христа были такие иудеи, которые не веровали в воскресение мертвых и к Христу обращались с этим вопросом. И Господь подтверждал, что да, будет всеобщее воскресение. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Акова. Вот все эти древние правоцы, они живы у Бога. И человек продолжает жить, душа человека продолжает жить и после смерти. И когда-нибудь Господь воздвигнет всех. И вот уже мы, христиане, когда говорим символ веры, краткое исповедание, основ нашей веры, то мы заканчиваем символ веры такими словами, «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть мы ждем, надеемся, ожидаем воскресения мертвых. И вот эти мученики маковейские, они почти за два столетия до Христа, они уже тоже знали, они чаяли, они надеялись, что Господь воскресит их из мертвых. «Ты, душегуб, лишаешь нас жизни временной, а Господь восставит нас к жизни вечной, чтобы навеки возродить нас к жизни вечной». После него стали глумиться на третьем, и когда у него потребовали язык, он тотчас его высунул, бесстрашно вытянул вперед руки и сказал с достоинством, «От неба я это получил, и ради его законов этим пренебрегаю, надеясь получить от него обратно». Как мы помним, словом «неба» обозначается сам Бог, Господь-Содержитель. Чтобы не называть лишний раз его имя, употреблялось вот такое слово «неба», указывающее на Бога. То есть от Бога, от неба я получил это, мои руки, мой язык, все члены моего тела. Мы иногда забываем об этом, но действительно все, что нам дано, включая и собственное тело, дано нам именно от Бога. Бог привел нас из небытия в бытие. И вот этот брат говорит, «Я ради Бога, ради его законов, чтобы не отступиться от него, все это отдаю, пожалуйста. Вы можете меня терзать, отрубать мои руки, мой язык, так же, как вы сделали с моими двумя старшими братьями. И я надеюсь, что небо вернет мне обратно мое тело». И здесь мы видим уже не просто веру в воскресение из мертвых, а веру в телесное воскресение. Бог не просто продолжит жизнь и после смерти этих братьев, но это будет именно телесное воскресение в телах нас Господь восставит. И так же об этом учат и христианство. «Тогда и сам царь, и те, кто был с ним, поразились силе духа юноши, который страдания не ставил ни во что. Когда скончался и этот, точно так же пытали и терзали четвертого. И он, уже находясь при смерти, молву так, «Люба, принимая смерть от людей, получать упование от Бога. Он восставит обратно, а вот ты не восстанешь для жизни». Еще один аспект учения о воскресении мертвых исповедует этот брат. Он говорит о том, что разная участь, разная судьба ожидает благочестивых людей, верных и тех, кто, наоборот, гонит и убивает праведников. Нас Господь восставит к жизни, а вот ты не восстанешь для жизни. Ты восстанешь для вечной смерти, можно добавить. «Следом привели и стали терзать пятого, а он, глядя на царя, сказал, «Хотя ты смертный, имея власть над людьми, ты делаешь, что пожелаешь, но не думай, что наш род оставлен Богом. Погоди, увидишь его великую силу, когда устанет потать тебя и твое семя». Каждый брат перед смертью в такой самый драматический момент проявляет невероятную силу духа, мужества, и, видимо, будучи укрепляем особым образом от Бога, вот произносят какие-то очень важные слова, вот такое пророчество здесь. «Ты нас пытаешь, но не думай, что ты победил. Мы победители, потому что мы не отступились, ты не достиг своей цели. Мы победили в этой схватке, хоть мы и умерщвлены, а вот ты ничего не достиг, и тебя постигнут земные нищеты. Вот хотел каких-то земных целей добиться, но они не будут тебе даны, тебя постигнут разные несчастья». После этого привели шестого. Готовясь умереть, он сказал, «Не обманывайся попусту, ведь мы страдаем из-за своих прегрешений перед нашим собственным Богом, поэтому с нами произошли такие небывалые вещи. Но не думай, что останешься безнаказанным ты, дерзнувший бороться с Богом». Казалось бы, почему они страдают? И почему весь народ страдает? Потому что вот иноземные захватчики разорили, захватили, потому что Антиох Епифана разграбил храм, гонит иудеев, мучает вот этих конкретных братьев. Но они по-другому это понимают. Виноват не Антиох Епифан, виноваты они сами. Из-за прегрешений Бог прогневался на них. Мы действительно читали в первых главах книги Маковейской, второй Маковейской книги, как много было беззаконий, какая была атмосфера греха, алчности, жестокости. И как первосвященники были очень далеки от веры, от правды, от закона. Как очень многие из народа поддались вот этому духу эллинизации и отступили от отеческих законов. Вот почему Бог прогневался на них. И часть этого гнева упала вот в том числе на этих маковейских братьев. Не Антиох Епифан виноват. Виноваты они сами. Сам народ виноват, прегрешивший, оставивший Бога. И вот поэтому такие бедствия и попустил Господь. Но не думай, что ты останешься безнаказанным. Ты как бы орудие в руках Божьих, орудие божественного гнева. Но ты не будешь безнаказанным, потому что ты борешься с Богом. Как Антиох Епифан борется с Богом? Вот организовав страшное гонение против иудаизма, осквернив храм, Господь накажет тебя. Ну и действительно, об этом подробно говорится и в первой маковейской книге, и здесь мы еще об этом почитаем. И у историков говорится, что умер Антиох Епифан в крайне жалком состоянии. Но превыше всех достойно восхищения и доброй памяти была мать. Все эти страдания, которые претерпевают братья, все это происходило на глазах у матери. Видя, как всего за один день погибли семеро ее сыновей, она доблестно переносила эту уповая на Господа. Каждому из них она взывала на родном наречии и, исполненная возвышенных мыслей, пробудив мужской решимостью женские суждения, сказала им так. Не знаю, как вы появились в моем чреве. Не я подарила вам дух и жизнь. Не я привела первоначало в каждом из вас в стройный порядок. Поэтому Творец мира, который вылепил бытие человека и изобрел бытие всех существ, милосердно вернет вам нещадящих самих себя ради его законов и дух, и жизнь. Мать проявляла не меньшее, а может быть и большее мужество, чем сами братья. Видя мучения и кончину своих сыновей, она еще и подбадривала их. И вот она очень интересную мысль говорит. Если Бог каким-то образом, таинственным, когда-то создал эмбрион в моем теле, когда-то создал в день зачатия новое существо в моем теле, то Он может и вновь вернуть вам каким-то образом из тех, как когда-то, из каких-то первоначал, из каких-то стихий, из каких-то элементов. Вы были сотканы в моем теле. Это дело Божие. И душу Господь вдохнул в каждого из вас. И значит, Он может и вновь вас воскресить. Вот эта связь рождения и воскресения, она действительно очень сильная. И вот мать здесь об этом говорит. Если когда-то вот было рождение, то значит, может быть, и воскресение. Творец мира, который вылепил бытие человека и изобрел бытие всех существ, милосердно вернет вам нещадящим самих себя ради его законов и дух, и жизнь. Антиох же, думая, что к нему проявляют презрение, подозревая хулу в их речах, он не все понимал, потому что здесь подчеркивается, что много говорили они на родном на речи, видимо, имеется в виду арамейский язык. И он, конечно, не понимал, о чем они говорят, но чувствовал, что это что-то недоброжелательное по отношению к нему, что-то враждебное, может быть, его проклинают, он же мучает ее сыновей. И вот он младшего брата, еще оставшегося в живых, принялся уговаривать, причем не просто словами, но и клятвенными уверениями, озолотить его и осчастливить, если он отступится от обычаих отцов, принять его в друзья, доверить ему важные должности. перед тем, как пытать, сначала, наоборот, пытаются подкупить. Друзья царя — это круг самых близких, приближенных. Военачальники носили такой титул «Друг царя», управляющий целыми странами. Ты будешь богат, ты будешь всем обеспечен, ты станешь другом царя. Съешь всего лишь вот эту юду, больше ничего от тебя не требуется. Но юноша не обращал на это никакого внимания. Царь, подозвав мать, стал уговаривать ее, чтобы она посоветовала от руку спастись. После долгих его уговоров она согласилась убедить сына. Ну, не получается на него непосредственно воздействовать, значит, через мать. Спаси его, у тебя один ребеночек остался последний, спаси его. Скажи ему, чтобы хотя бы он, единственный оставшийся в живых, сохранил свою жизнь. Всего, чего требуется, это вот этой свинины съесть, и он будет спасен и награжден. И мать как бы согласилась его уговаривать. Склонившись над ним, она посрамила свирепого тирана, так сказавши на родном наречии. «Пожалей меня, сынок, и прими смерть, и прими смерть, чтобы по милости Бога я вновь обрела тебя вместе с твоими братьями». Да, мать действительно обратилась к сыну с очень нежными, очень глубокими словами, но не для того, чтобы отговаривать его от мученической кончины. Наоборот, этого младшего она укрепила и попросила его, чтобы он был не менее мужественен, чем старшие братья, чтобы и он принял бы мучения и смерть, но не отступил бы от заповедей Божьих. И вот она говорит удивительные слова, уговаривая его, как аргумент. Посмотри на все, что вокруг тебя. Вся вселенная, наша земля, небо, море, все, что вокруг нас, все сотворено Богом из ничего. Вот это очень важно для христианской традиции и, в общем-то, и для иудейской, и даже для исхамской традиции мысль, что Бог не просто сотворил этот мир, и в языческих народах тоже было понимание, что Бог — это Творец, но вот для библейской традиции важно, что Бог сотворил мир из ничего, не из какого-либо материала, не из какой-то первоматерии, не из какого-то хаоса, в котором вот какие-то элементы разнорозненные существуют. Бог сотворил мир именно из ничего. Одним своим словом Бог все привел в существование, из небытия в бытие. И не только то, что вокруг нас, но и нас самих. Род человеческий таким же образом возник, говорит ему мать. И вот с такой ясностью так четко об этом говорится именно здесь, во всей Библии, что сотворен мир из ничего именно вот в контексте страданий этих братьев. Это так же, как и вера в воскресение, и загробную участь, и материальное воскресение, вот это вот учение о творении мира из ничего. Все это стало такими очень важными элементами догматики христианской церкви, важными богословскими концепциями. На этом очень много строится того, во что мы верим и чем живем. Едва мать у молку, как юноша, сказал, что медлите, не покорюсь я царским повелением, а покорюсь повелением закона, данного нашим отцам через Моисея. Ты же изобретатель одного за одним всяческих зол для евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы-то страдаем из-за своих собственных грехов. Если ради наказания и воспитания живой Господь ненадолго на нас разгневался, то Он снова примирится с рабами своими. А ты, полный кощунства, имешь людьми гнутнейший, поднявший руку на детей неба, не возносись попусту, распаляя себя обманчивыми надеждами. Ведь не избежал ты еще суда вседержителя и Бога-свидетеля. Нашим братьям, претерпевшим ныне недолгую муку, выпал по завету с Богом жребий в вечно текущей жизни. А ты, по Божьему приговору, понесешь, заспей свое заслуженное наказание. Я же, как и братья, отдаю и душу, и тело за отеческие законы, прося Бога, чтобы скоро смилостивался Он над своим народом, чтобы ты в испытаниях и страданиях признал, что только Он есть Бог. И пусть на мне и на моих братьях прекратится гнев вседержителя, справедливо павший на весь род наш. И вот эти удивительные слова, которые произносит Батчий Сын, как молитва, они были услышаны. Пусть на мне и на моих братьях прекратится гнев Божий. Они, как бы, искупили своей невероятной верностью грехи своего народа. они, как бы, в жертву себя принесли за то, чтобы народ был спасен. И вот, действительно, мы будем читать дальше и увидим, что Иуда Маковей, который добивается освобождения от гнета, освобождения Израиля, он после этого будет иметь победу за победой и достигнет, в конце концов, полного освобождения Израиля и прекращения всех гонений. А переломный момент это именно мучение вот этих седьмя братьев. Да, их верностью искуплены грехи Израиля. Да, действительно, на них прекратился гнев Божий. Господь увидел, что народ вот в лице этих братьев верен ему и верен до смерти. Разгневанный царь обошелся с ним еще злее, чем с остальными, потому что был уязвлен таким его презрением. Вот так и этот целиком положаясь на Господа принял смерть неоскверненную. А последний после сыновей умерла и мать. Как именно здесь не объясняется, может быть, она была умершлена, а может быть, не выдержала она тех страданий, которые вот в этот момент она переживала, наблюдая за пытками и смертью своих сыновей. Ну, вот она скончалась. Это потрясающее свидетельство о том, как крепок может быть человеческий дух, о том, как мучники побеждают своих мучителей. Это повествование о маковейских мучениках, оно вдохновляло и многих христианских мучеников, когда через два столетия гонения были уже на Церковь Христову и многие древние проповедники и святые отцы, они говорили проповеди, вот именно рассказывая о маковейских мучениках, называли их христианскими мучниками до Христа, потому что, да, Христос еще не пришел, все это происходило до Христа, но вели они себя вот так же примерно, как потом будут вести себя христианские мученики. Они, можно сказать, положили начало вот такому отношению к верности Богу и готовности умереть за Бога. Удивительно, что вот в момент мучения они говорили какие-то очень важные вещи, вот о воскресении из мертвых, о вечной жизни, о телесном воскресении, о творении из ничего, может быть, потому что мученику в момент его мучения что-то особое открывается, какие-то особые тайны, и мы это увидим потом и вот в Новом Завете, и есть такое даже присловие монашеское «отдай кровь и прими дух». Вот они отдали свою кровь и они приняли дух, и Господь открыл им вот эти тайны о вечной жизни и о творении из ничего. В Святом Евангелии Господь однажды сказал ученикам «Отсели вы узрите небо отверстие и ангелов Божьих сходящих и нисходящих от Сына Человеческого». И вот на ком же первом исполнились эти слова Христа? Они исполнились на первом христианском мученике, когда архидиакона Стефана, диакона одного из первых побивали камнями, об этом подробно говорится в книге Деяний. Вот в момент побиения, в момент когда он умирал за Христа, он говорил так «Я вижу небо отверстие и ангелов Божьих сходящих и нисходящих от Сына Человеческого». И вот когда человек отдает свою жизнь за другого человека или тем более за Бога, вот в этот момент небо открывается этому человеку и особые тайны ему открываются. И вот так случилось с маковейскими мучениками. Конечно, не случайно они говорили такие вот так ясно, так четко формулировали такие важные богословские истины именно в момент мучения. Господь принял их смерть и судьба Израиля как бы повернулась в этот момент. Настало время освобождения Израиля благодаря их подвигу. А как это происходило, мы будем читать уже в следующих главах. Сегодня мы читали седьмую главу второй маковейской книги в переводе Брагинской Шмайиной Великановой для библейского портала Экзегет. Брагинской Шмайиной